Народная славянская радио Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио! Я Елена Андреева. И сегодня мы продолжаем ряд передач по осознанным родам и беременностям. Моя собеседница Нина Гаврилова сегодня поможет нам раскрыть и понять, кто такая Дола. Здравствуй, Нина! Здравствуйте! Тема нашей программы «Дола. Быть или не быть?» Расскажи, пожалуйста, ну, во-первых, вот это интересное слово. Я его сама, честно говоря, услышала не так давно. Кто такая Дола? Дола – это женщина, которая помогает роженице. Помощь ее заключается в том, что она оказывает информационную, физическую, эмоциональную поддержку женщине во время ее родов. Это, скажем так, ну, такая основная функция. Также часть этой помощи Дола оказывает женщине как до родов, именно во время беременности, так и после родов. Дола, которая владеет определенными знаниями, навыками, техниками, может оказывать женщине помощь в ее послеродовом восстановлении. Вы, Елена, это слово «Дола» услышали совсем недавно по одной простой причине. Слово это все-таки заимствованное, и в нашей русской культуре оно не использовалось. Использовалось оно в основном в Европе, и было в обширные круги, да, вынесено где-то в 70-е годы, 20-го века. Поэтому, в общем-то, и в Европе его не так давно слышат. Но в переводе с греческого вообще «Дола» обозначает «рабыня». Да, это та женщина, которая будет рядом с тобой, знаете, вот таким хорошим фоном. Она никогда не займет доминирующую позицию. Она будет делать ровно то, что хочет роженица. Она будет помогать ей ровно так, как ее будут просить. И, простите, если ее попросят уйти в соседнюю комнату и посмотреть за старшими другими детками, она просто соберется и уйдет в другую комнату. В нашей все-таки традиции, да, в российской, в русской, если мы смотрим на вот такую же роль, которую выполняет «Дола», это все-таки более знакомое нам слово «повитуха». Безусловно, у этих понятий есть различия. Да, вот я как раз и хотела спросить, «Дола» и «повитуха» – это одно и то же? Ну, как я уже сказала, да, назвать это совсем одним и тем же я не могу. По причине того, что, если мы берем реалии современной жизни, то «Дола» все-таки на родах присутствует, как правило, не одна. То есть у нас есть ключевая фигура – это роженица. Рядом с роженицей есть акушерка. У акушерки свои роли, свои функции. То есть это, ну, скажем так, практически сугубо медицинский аспект, да. Для акушерки на первом месте – это здоровье мамы и малыша. Она в определенном количестве и порядке, да, мониторит течение родов, насколько все хорошо, насколько все физиологично. Она принимает решение, нужно ли подключить, там, скажем, одну манипуляцию, да, или другую. Она может занимать ту самую доминирующую позицию, о которой я сказала. Она может указать женщине, что необходимо сейчас изменить позу, потому что это необходимо для того, чтобы ребеночек лучше опустился или легче проходил в родовых путях. Она может принять решение о необходимости какого-то медицинского вмешательства. Это я все говорю об акушерке. Но Доула не выполняет такую функцию никогда. Ее задача – безусловно, безэмоционально, безоговорочно поддерживать женщину. В ее решениях, в ее желаниях. Простите, она может, как сделать массаж поясницы, да, когда женщине в родах это хочется или требуется. Она может помочь ей занять определенную позу, которая будет облегчать течение схватки, либо, наоборот, поможет ей в период между схваток максимально отдохнуть и восстановиться. Она может ей просто принести стакан воды, потому что, ну, ложница сама за ним не пойдет. И поэтому Доула, не неся медицинской ответственности, да, в роды один на один с женщиной практически не ходит. Да, такие ситуации бывают. И это называется слово «роды», когда женщина без медицинского абсолютного персонала входит в свои роды, да. Ну, как правило, это домашний вариант, абсолютно домашний. Вот. Так, возвращаясь к вопросу кардинального отличия повитухи от Доула, вот повитуха все-таки на Руси несла вот эту двойную функцию. Она была, в принципе, одновременно и акушеркой, и Доуной. Но, как говорят, как передают нам, да, информацию знающие люди, на самом деле, именно в процесс родов она вмешивалась минимально. И ее многие функции как раз были доульские. Помассировать, потереть, подержать за руку, подбодрить словом или же молчанием просто взглядом. Ведь в тяжелой ситуации, в трудной ситуации в жизни нам иногда не хочется никаких слов. Нам нужны глаза. И мы видим эту силу, мы видим эту поддержку. И еще одно глобальное отличие повитухи от Доулы как раз состояло в том, что, как я говорила, некоторые Доулы сейчас оказывают послеродовую поддержку женщины, то есть именно направлены на восстановление как ее физического тела, как восстановление физиологических функций, так и, ну, назовем это эмоционально-энергетическим состоянием. Вот повитухи, в общем-то, в основном этим и занимались. Откуда слово повитуха? От слова повивания, свивания. И оттуда же однокоренное слово свивальник. Практически основной инструмент, основное орудие той самой повитухи. Вот так долго я пыталась немного в вашем понимании, в ваших главах развести вот эти профессии, вот эти названия этих людей. Правильно ли я понимаю, что Доула это посредник между тем человеком, кто принимает роды и тем человеком, кто рожает? Поэтому правильно ли я понимаю, что Доула универсально может присутствовать и в домашних родах, и в родах в больнице? Потому что не все же женщины выбирают домашние роды, и не все женщины выбирают сейчас роды в больнице. Вы абсолютно правы, Елена. Отчасти у Доула действительно есть вот эта функция посредничества между женщиной рожающей и медицинским персоналом, кем бы он ни был, да, персоналом в больнице или домашней акушеркой. Потому что для чего, скажем, да, вот именно в моменте посредничества нужна Доула? Если сейчас у нас есть радиослушатели, женщины, которые уже рожали детишек, если и не одного, то каждая женщина вспомнит вот этот момент, когда мы находимся уже ближе в состоянии потуг. Это момент, когда женщина находится в абсолютно таком состоянии прострации, когда она в принципе вообще уже не способна контролировать окружающую среду, даже если захочет. Это действительно определенный транс. В идеале, когда она в этом состоянии все время родов, от начала схвата до конца. И согласитесь, в этот момент транса очень тяжело слышать вообще в принципе, что умно медицинско говорит тебе врач, и пытаться это анализировать и давать ответы. Они, по-моему, в большей степени не умно говорят, я даже по себе помню, говорят, тупься, садись. Все очень так резко, быстро. И ты не знаешь уже, как по стеночке ползти, куда и что тебе делать. А в больницу-то без проблем пускают к роженицам рожать, рядышком стоять, вот так вот помогать роженицам. К сожалению, пока еще с большими проблемами. Но, на счастье наших женщин, этот вопрос с каждым днем на самом деле становится все менее острым. То есть, по региональным городам России, к сожалению, как раз пока еще этот вопрос долг на родах, он мало проработан. Если мы берем конкретно город Москва, то уже достаточное количество родильных домов придерживается политики естественных родов. О чем это говорит? Это говорит о том, что при желании женщина, возможно, с партнером мужем или с партнером долой или персональной акушеркой, может приехать на роды как по ОМС, то есть бесконтрактно, бесплатно, так и по контракту. Ну, пока не буду лгать, большинство, конечно, случаев это контрактные роды, потому что огромная система, это и есть огромная система. И внести в нее, ну, вот так резко изменения, на это требуются десятки лет. Но у моих коллег долг, да, действительно уже много практики, когда они просто приезжают по ОМС, не оплатя за это дополнительные деньги, и женщина, роженица рожает вместе с долгой. Нина, ну, открой, пожалуйста, нашим слушателям вот эту вот свою тайну. Что же все-таки происходит конкретно? Что ты делаешь во время родов? Что ты потом делаешь после родов? Какие вещи происходят? Смотрите, для того, чтобы действительно оказывать эту форму для женщины, на самом деле надо немало знать. Знать и понимать, как вообще, в принципе, да, проходит беременность. Да, вот еще, извини, хотела спросить, обязательно ли доуле иметь медицинское образование или нет? На этот вопрос отвечу сразу. Доуле не обязательно иметь медицинское образование, но очень хорошо, когда доуле имеет психологическое образование, потому что именно вот такая, безусловно, эмоциональная поддержка, все-таки она легче дается, когда есть понимание многих психологических аспектов. Но это тоже необязательное условие. Так вот, возвращаясь к тому, что же именно доуле может дать женщине. Как я сказала, должно быть понимание вообще процесса, процесса беременности, процесса родов. Для чего? Для того, чтобы точно знать, на каком этапе, что, простите, нужно делать, а чего делать не нужно. Потому что, если все дородовые вопросы возникают, например, такие, как назначение каких-то медицинских анализов или манипуляций доктором беременной женщине, у нее может возникнуть вопрос, да, то есть, а надо мне, не надо, может быть еще, опасно это для моей жизни, для ребенка, не опасно. Здесь доула выступает как информатор. То есть, она не говорит женщине, ты вот этот анализ делай, а вот этот анализ не делай. Вот это опасно для вашего здоровья, а это нет. В этой ситуации доула, как правило, опирается на клинические базы, то есть, на исследования. И когда женщина задает ей вопрос, да, вот доктор мне назначил последование, зачем? Доула объясняет женщине, что это за исследование, для чего оно, как часто делается. Но, повторюсь, само решение всегда принимает женщина, да, и, допустим, папа ребенка. То есть, это зона их ответственности. То есть, получается, во время беременности это практически только информационная поддержка. И еще, может быть, поддержка такая физически манипулятивная. То есть, ведь во время беременности как часто у нас устает поясница, как часто устают ножки, да, у беременных женщин. Замечательно, когда доула знает, как безопасно и эффективно в этих ситуациях помочь женщине. То есть, сделать ей такой массаж, который можно беременному. Какие позы занять, занимать, как именно отдыхать, как руками поладить ей поясницу или с помощью свивальника или шарфа-ребоза облегчить эти состояния. Великолепно, когда доула знает премудрости банного дела. Потому что, наверное, раньше рожали в бане в основном. И это тоже, но сейчас я хотела сказать не об этом, а о том, я пытаюсь прямо подобрать слова, потому что в голове у меня сейчас витают только слова волшебно и замечательно, о том, как на самом деле полезна и хороша баня для беременных. К сожалению, в современном мире витает вот этот миф о том, что беременным в баню ни в коем случае нельзя. После родов вы что, лохи идут до 40 дней, ни в коем случае в баню нельзя. Детишек. Все о том же тоже нельзя. Но, безусловно, существуют люди, какого есть ограничения или противопоказания. Естественно, это есть всегда, и никто этого не отрицает. Но большинству женщин в нормальном состоянии это наоборот показано. Это их дополнительное здоровье, это дополнительные ресурсы силы. И сейчас очень много моих коллег, как доула, так и акушерок, водят в настоящие правильные бани женщин, как беременных, так и уже родивших, прям с малышами ходят. И эта практика уже не однолетняя, практика имеет длительный период. В общем, все в восторге. Но для этого, наверное, тоже нужно знать и температуру определенную, что идти самой в баню без подготовки нельзя. У нас настолько растеряна культура бани, что я, к своему счастью, с баней с настоящей познакомилась. В общем-то, ну, по меркам жизни совсем недавно, чуть больше года назад, когда и вошла на этот путь доульства, повивания. Многие вопросы сразу стали, ну, как бы картина стала понятна, и что именно нужно изучать, что нужно для вот этого, для вот этого вообще профессии, для вот этого момента жизни. Конечно, правильную баню тоже надо изучать. Нужно знать температуры, нужно знать влажность, нужно знать, какой веничек взять, нужно знать, кому сколько можно пробыть и как часто нужно зайти в парилку и какое время там провести. И, безусловно, в баню одному идти не просто не стоит, я бы даже сказала, нельзя, потому что, знаете, как, со стороны всегда виднее. И мы сами идем, ну, просто как обычный человек, не только, да, беременная женщина, мы идем, и вроде все хорошо. А со стороны, это когда контролируешь, тебе виднее, и постоянно задаешь вопросы, постоянно смотришь, как человек себя чувствует. То есть это очень важный момент. Это я все вам говорила еще до родовой. До родовой, да. Да, до родовой периоды. Смотри, Нина, у меня все равно складывается впечатление, что какие-то базовые медицинские знания, либо это изучается отдельно, потому что ты сказала, должна разбираться в анализах, которые доктор предлагает сдать, или еще что-то. Эти же знания тоже берутся откуда-то? Безусловно, здесь я хочу разграничить. То есть для того, чтобы быть доулой, нет такого обязательства, да, иметь медицинское образование. Конечно же, когда доулы имеют его, это замечательно. У меня есть медицинская первая база образования, поэтому во многих аспектах мне гораздо легче, чем, допустим, вот, ну, я знаю многих других девочек, да, которым действительно сложно что-то понять, с чем-то разобраться. То есть им приходится проделывать больше труд. Я этот труд проделала почти 15 лет назад, то есть получив свое первое медицинское образование. Совершенству нет предела, поэтому в этой профессии, в этом деле, которой ты занимаешься, я что-то назвала уже профессией, наверное, так оно и есть. Да, действительно так и есть. Ты постоянно совершенствуешься, останавливаться здесь нельзя в развитии. Здесь, наверное, невозможно остановиться, не просто нельзя. Вообще, в принципе, в жизни, в абсолютно любой профессии нельзя остановиться, ибо если мы перестаем развиваться, мы деградируем. А если оглянуться кругом и понять, насколько быстро, скоро, да, меняется вокруг нас мир, нужно понимать, что иногда мы за ним, даже развиваясь, не успеваем. К сожалению, современное время дает как много каких-то возможностей, возможностей, так и не в лучшую сторону, а может быть, в лучшую, отличается от более ранних времен, даже сто лет назад, когда люди, в принципе, имели стабильность, имели уверенность, они четко знали свои возможности, возможности природы, возможности своего организма, в том числе. То есть, не было вот этого меняющего пространства. Сказать проще, наверное, жили по знаниям предков, да, это еще было так. Да, да. А сейчас это замечательно, когда мы их имеем, это действительно великолепно, потому что знания предков, они мудрые, но просто взять их, те, которые были тогда, к сожалению, не все они уже лягут, на наше современное, и общество в том числе, да, и мир, и жизнь. Даже биоритмы природы стали иными. Мы, как вид, люди, мы стали совсем иными. И сказать, предки делали так, и нам нужно делать так же, уже нельзя. Ну, хорошо. В общем-то, каждый смотрит на это по-своему, у каждого свой взгляд на это. Безусловно. Но мы все-таки продолжим, что же происходит дальше. Вот роженица, значит, рожает. То, что помогаешь ты и поясницу развять, и массаж сделать. Все произошло, все случилось. Что дальше? Еще немножечко, если позволите, да. Остановлюсь на моменте непосредственно родов, потому что я так, ну, достаточно обширно попыталась описать дородовый период. На самом деле, наверное, об этом еще можно какое-то количество часов проговорить, потому что тех вещей, тех манипуляций, которые можно предложить женщине, действительно много. Если мы возвращаемся к моменту родов, я не зря говорила, что должно быть понимание того, что же будет происходить и как. Буквально вчера вот у меня был такой разговор с беременными мамочками на занятии для них. И вот я ему объясняю, девочки, если у вас предвестники, ну, нужно сделать определенные манипуляции, четко понять, да, то есть это предвестники родов, или роды уже начались. И если это только роды начались, первое, что вам нужно, это отдохнуть и лечь спать. И слышу эту морочку, да как же можно лечь спать, у меня же в голове будет много вопросов, я буду метаться, дергаться. И это действительно так. Если женщина начинает рожать, тем более первый раз, она действительно не сможет просто так взять и успокоиться, лечь спать. У нее будет миллион вопросов, уровень адреналина начнет повышаться, что тоже не очень здорово для нее и для ребенка. Поэтому, когда в этот момент оказывается доула, человек, который понимает, что происходит, и понимает, что, в какой ситуации надо делать. Простите, она как мамочка вас уложит спать. Она создаст условия, в которых вы сможете уснуть. Создаст те самые там 3Т, тишина, темнота, тепло. Создаст ли какое-то, поможет создать то гнездо, для нас, вот как для женщины, для мамочки, чтобы было максимально комфортно. Погладить ли по спинке, или по голове, то, что нужно именно женщине, для того, чтобы она смогла отдыхнуть. Потому что это крайне важный момент. И когда уже схватки станут действительно более болезненными, более частыми, более сильными, что женщина отдыхать не сможет, и начнется период активного проживания этих родов, вот здесь уже нужна будет более активная помощь, в том, чтобы помогать массировать. Возможно, применить какие-то из запахов, именно из моментов ароматерапии. То есть, да, знать, какой запах, что, когда активирует, и когда его включить. Помогать проживать. Возможно, она выберет, поможет выбрать женщине то, как сидеть на родовом стульчике или на мече. Потому что, чем сильнее, чем более болезненные эти схватки, тем меньше женщина себя уже начинает контролировать. И зачастую она пытается, вот знаете, куда-то сесть, или прилечь, ложиться, ей что-то не нравится, она там копошится, не понимает, что она хочет. И вот ситуации были, да, вот ее просто надо, знаете, как маленького ребеночка, обнять, дать головку, положить на плечо, она успокаивается, и потом мы уже быстрее находим тот угол, в котором будет удобно. Ты сейчас так рассказываешь. Я вспомнила картину, когда видела, как кошка рожает, как она ищет вот этот вот уголок, и в результате где-то находит там коробку или еще что-то, и туда ныряет. Образ научить получилось. А так и есть. Так, наверное, в природе просто устроено. Но мы же те же самые, простите, природные существа, хоть и двуногие, хоть и разумные. Так и происходит. У меня лично таких случаев не было, но коллеги описывали о том, как женщина, простите, между схватками пошла в туалет, в итоге как-то разместилась возле высокой раковины, в угол забьется, вот ей там оказалось комфортно. И это было ее место, ее точка комфорта. Понимаете, акушерка, ну, не в обиду данной профессии, да, мы возьмем такой чисто медицинский персонал, да, скажут, что ты там уселась, и тебе там нельзя, тебе надо быть в другом месте. Я думаю, что они там всякого насмотрелись. Ну, к сожалению, реалии родильных домов иногда говорят, ну, показывают то, что женщинам там зачастую пройти с лишний раз нельзя, хотя расхаживание во время схвата облегчает. Течение родов облегчает более от схвата. Так вот, ну, это так приблизительно, да, что же происходит во время родов. Как женщина, как вдову, да, помогает. Возможно, это, как я повторюсь, какая-то безмолвная поддержка, потому что не каждая женщина телесна, не каждый надо, чтобы ей терли спинку или вообще ее, в принципе, трогали. Знаете, есть такие люди, которым надо, чтобы ты сидел вон в том, в дальнем уголке, дышал тихо, особо себя не обозначал, но когда в какой-то момент женщина поднимет голову и откроет свои глаза, она увидит, что ты есть там, снова их закроет и уйдет в свое состояние транса. То есть, это просто понимание того, что поддержка есть рядом. Да, бывают и такие ситуации. Часто сталкиваюсь с тем, что женщины, сейчас вот эта культура партнерских родов с мужем, она стала набирать обороты, в принципе, и когда, ну, назовем так, все здорово, это хорошо, когда и мама, будущее, ну, в принципе, уже настоящая, да, и папа оба хотят быть народом. Это здорово и замечательно. Но, знаете, как ни крути, мы существа разные, и никогда мужчина, не в обиду им, не поймет, что такое вот это родовое состояние, что, что в этот момент чувствует и испытывает, и я говорю сейчас не про физическую боль женщина. К сожалению, папа из лучших побуждений умудряется отчебучить какую-нибудь фразу в этот момент, что на самом деле иногда бывает, иногда имеет очень серьезные последствия. Поэтому, пусть они будут обязательно на родах, но для того, чтобы облегчить, и, простите, даже помассировать спинку, нужны знания. И мы уже с вами пришли, в общем-то, к этому выводу. Все ли у нас папы имеют эти знания? Да, они защитники наши, да, они сильный пол, да, они любимые мужчины, и когда, наверное, держишь за руку их во время родов, почему говорю, наверное, потому что мой муж не был рядом со мной на родах, у меня нет такого личного опыта. женщинам действительно легче от этого становится, что он есть. Но, как правило, это исключительно держание за руку или сидение в дальнем углу, а иногда их выгоняют просто из комнаты. Да, я только что хотела сказать, что не каждая женщина принимает во время вот этого действия, я по-другому не могу, наверное, сказать, это процесс, во время этого процесса, да, чтобы мужчина был, потому что она считает это сакральным неким таким таинством, которое, может быть, лучше мужчине не видеть. Некоторые женщины так. Безусловно, это и есть таинство, это и есть сакральное состояние и обрядовое, это можно назвать состояние. И часто бывает так, что женщина «Приди, уйди, можешься снова посидеть, а сейчас снова уйди». Такое бывает тоже с мужьями, то есть они иногда просто из комнаты. Не зря же женщина наделена обостренной интуицией. Видимо, каждая чувствует индивидуально и для его же блага где-то, видимо. Безусловно, потому что... Потому что и мужчины-то у нас не подготовлены. Если раньше знали, что такое принять своего ребенка на руки, как перевязать ему пуповинку, в какой момент это сделать, и энергия отца, которая тут же чувствовалась вот в этом пространстве любви, то это сейчас только начинает вспоминаться и возрождаться. Абсолютно верно и на самом деле все равно замечательно, что эти вещи происходят, что папы идут вместе со своими женами в роды и, как правило, они идут не неподготовленные, они действительно ходят совместно на курсы, они ходят на курсы именно партнерских родов. Благо, сейчас выбор в мире, в общем-то, большой, да, они ходят на семинары и стараются, в принципе, подготовиться к этому процессу, и я, как правило, вижу именно таких достаточно подготовленных пап, ну, если они пришли на роды вместе с мамой. Хорошо, ну и продолжаем дальше. Да, и, в общем-то, ну, наверное, на данную минуту что еще сказать о вопросе родов? Ну, наверное, большинство информации в принципе сказало, что именно доула, чем она может помочь женщине. Да, еще такой вот важный момент, все-таки психологический. Я уже говорила, да, о том, что женщине иногда просто надо чтобы, да, поддержали, поддержали им за руку, да, или чтобы она увидела, что рядом с ней есть кто-то. Но есть еще такой момент, к сожалению, мир сейчас так устроен, что мы женщины, ну, буду называть вещи в своем имене, достаточно закомплексованные. Я говорю сейчас не о каком-то распутном и вольном поведении, вообще не об этом, о том, что мы зажаты, а зажаты мы потому, что мы, в принципе, не доверяем миру. Мы не доверяем Богу. Мы не верим в то, что в каждую минуту нашего бытия с нами происходит все самое лучшее, что может происходить. Мы пытаемся это отрицать. И уже существует много доказательств, много теорий о том, что, в принципе, роды, они равны сексу. и то, насколько мы можем быть раскрепощены во время акта любви со своим мужчиной, настолько мы можем раскрепоститься в родах. Я не буду сейчас оглашать медицинский аспект, зачем нам надо раскрепощаться, зачем нам надо открываться. Просто скажу это, что это основополагающее для хорошего течения родовой деятельности. Я хочу сказать о том, с чем я сталкиваюсь, что я за свою небольшую практику увидела. Знаете, женщины зачастую даже погудеть стесняются. Гудение, гужение, да, это озвучивание своего состояния. Эти практики в славянской культуре существовали всегда. Я слышала много интерпретаций этого, как это по миру называется, и песнь души, понимаете, и озвучивание. Это ведь на самом деле все одно и то же. Это тот самый звук, он может быть как радостный, так и печальный. То есть звук, который обозначает нашу боль. А в родах мы чувствуем эту боль. И когда мы озвучиваем, женщине становится легче. Ведь это энергетический процесс, когда мы озвучиваем и облегчаемся. Это физиологический процесс, потому что вот эта озвучка, она дает колоссальные вибрации нашего организма. А вибрации помогают расслабиться. И за счет этого чисто физиологически наступает облегчение боли. И я вижу женщин, которые боятся занять удобную для них позу. Просто потому, что они вдруг будут выглядеть не так перед миром, как нужно. Нас же учили быть хорошими девочками, нам же нельзя делать что-то нехорошее. Женщины не могут произнести звук лишний, они стесняются. и к сожалению вот эта зажатость она в родах ни к чему хорошему не приведет. Так вот, чем может долу в этот момент помогать женщине? Она может гудеть вместе с ней. И очень часто происходит так, что долу начинает гудеть первое, и когда женщина понимает, что это безопасно, как можно здесь, вот здесь так можно, она тоже начинает. Или не начинает, ей становится достаточно этих вибраций. Вибрации в их общем поле. Она может сказать женщине сядь так, как тебе удобно. Это твои роды. Сейчас здесь все для тебя. Понимаете, это твой праздник. Я не знаю, это твое поле. Как угодно подобрать те слова, которые помогут именно этой женщине. Но объяснить ей, что ей можно все. Понимаете? Я-то понимаю. У меня возник такой вопрос. Ты сказала, что где-то сродни, близко к сексу. Мне слово секс, честно тебе сказать, не очень нравится. Я его не употребляю. Мне больше нравится слово любить, любовь заниматься. это это как-то более и это все-таки тоже опять же очень сакральный и закрытый обряд. таинство двух человек. И поэтому может быть и не может раскрепоститься. Хотя я с тобой соглашусь, что это тоже рождено любовью. И когда происходят роды, это тоже процесс любви, но это совсем другой процесс. Извини, я с тобой как-то мне не хочется соглашаться, что это близко к занятиям секса, занятиям любовью. Это наверное однозвучный процесс, но разный все-таки. Смотрите, вы очень хорошо сделали поправку по поводу слов занятия любви и секса. Да, это так. Ну наверное я называю это так просто, потому что в современном обществе это влияние социума. А той сакральности, которую вы вкладываете в эти слова, я с ней абсолютно согласна и я понимаю ее очень часто в своей работе не только доульской. У меня возникают вопросы с женщинами, так как моя клянитура в основном женщины, вообще в принципе о слове любовь, что это такое, потому что у нас такая жуткая подмена понятий. Я наверное сама осознала, что такое истинное значение слова любовь совсем-совсем недавно. Я такой же человек, как и все, и общество так же меня формировало. Но роды это занятие любовью. Поясню, почему, да, все-таки хочется об этом сказать. это очень близко по энергетическому по энергетической структуре процесс. Это действительно процесс, в ходе которого рождается что-то третье, потому что когда мужчина и женщина соединяются, пусть не сразу, пусть только на ментальном уровне, но есть уже третье, как говорят, 1 плюс 1 равно 3, если мы говорим о занятии любовью. То здесь вот в чистом виде происходит рождение. и для того, чтобы, простите, заниматься как любовью, так к рождению ребенка, нужны практически одни и те же условия. Почему в принципе раньше рожали дома и почему вот эта культура домашних родов, ну не почему, а отчасти почему, да, она стала возобновляться? Ну, потому что, простите, в родильном доме я рожала детей в роддоме. Расслабиться и я грубо скажу раздвинуть ноги, когда перед тобой стоят три врача, вот очень я тебе правил, Даша. Вот я тебе правил, Даша. Поэтому и роды у нас не гармоничные в роддоме и неестественные, потому что такое количество наблюдающих при таком количестве наблюдающих невозможно расслабиться. А если женщина в родах не расслабляется, у нее не выделяется окситоцин, у нее выделяется адреналин, а он блокирует течение родов. Вот поэтому я и говорю, что они практически одинаковые. Условия нужны одни и те же. И поэтому, когда женщина чувствует вокруг себя заботу, ведь мы, женщины, не можем соединиться с мужчиной, которому мы не доверяем, которого мы боимся, который не близок нам душой, я не говорю о каких-то случайных связях, я говорю о том самом занятии любовью. И здесь то же самое. Если рядом со мной Тадула, Акушерка, муж, которому я доверяю, если этим людям, если я перед ними могу раскрыться, то и роды будут проходить максимально гармонично. Патологии не обменял никто, но в норме, в идеальном состоянии это так. Поэтому есть исследования о том, это правда западные исследования, не российские, потому что на российской территории все-таки вот эта профессия Тадула, она только-только закрепляется. Сейчас уже существует ассоциация профессиональной ТОУ в России, в Москве. И большинство исследований, которые касаются именно родов с Тадулами или естественных или домашних родов, это все-таки пока еще западная больше культура, так вот, как я говорила, уже существует исследование, где доказано, что когда женщина рожает в сопровождении ТОУ, роды, как правило, проходят легче, меньше процент кесаревых сечений, то есть меньше родов заканчиваются рождением с помощью кесарева, и меньше кровотечений, меньше патологий именно в таких родовых процессах, когда женщина женщину сопровождает дозу. Случались твои практики какие-то патологические процессы во время рода? У меня таких ситуаций не было пока еще, то есть слава Богу, в моей практике. За 15 лет что-то практикуешь не было такого? Леночка, вы меня наверное неправильно поняли, я не так объяснила. 15 лет назад я получила свое первое медицинское образование. Дольский опыт у меня совсем небольшой на данный момент, он немного больше года, то есть в это в то время я действительно ступила на путь поддержки женщин, на их пути материнства, родов и после родов восстановления, которому я сейчас уделяю очень большое внимание. Первопроходец, прошу прощения. Первопроходцы в принципе в России они появились немного раньше, то есть на сегодняшний день есть женщины, которые занимаются этим в разряде там четырем даже семи лет, но тогда об этом вообще в принципе громко не говорили. То есть доулы, как правило, знаете, в кавычках были сестрами, подружками, то есть их не называли какой-то профессиональной помощницей. Сейчас доулы зачастую называют профессиональной помощницей в родах. Ну хорошо, отклонились немного от беседы, давай пойдем дальше. Хорошо, пойдем дальше. Дальше мне бы хотелось пояснить, что же, чем может помочь женщина после родов дома. Такой важный момент, как послеродовое восстановление в принципе из нашей культуры, из медицинского аспекта, даже если мы берем доказательную медицину, он потерян. Он не оглашается нигде. Вот смотрите, у нас женщина беременная ходит женскую консультацию. раз в две недели сдает кровь мочу. Там сначала раз в месяц, потом раз в две недели, потом раз в неделю бегает в гинекологу. Все следят, чтобы она родила в срок и хорошо кушала, пила витамины, я не знаю, проходила нужные исследования. И вот женщина рожает и все начинает крутиться вокруг ребенка. А где эта самая женщина? Где она? что с ней? И ведь даже в наших умах этого вопроса не возникает. Мы начинаем как мамы, как подруги, как бабушки трястись. Как ребеночек? Хорошо ли кушет? Хорошо ли спит? Зачастую у мамы не спросят, а она вообще в принципе поспала за последние сутки или жене? И вот этот аспект, вот этот вопрос после родового восстановления, он действительно был глобально потерян. А вопрос этот очень объемный, очень обширный, и не уделять ему внимания, это знаете, сродни в принципе потерять здоровье этой женщины, ибо во время беременности происходят колоссальные изменения как физические, так и физиологические в организме женщины. И есть такие вещи, как например состояние ее позвоночника, ну та самая осанка, но сейчас об этом не про красоту, а четко про здоровье. Аспект есть аспект того, как будут располагаться внутренние органы в животе этой женщины, ведь каким мы ни были худышками или полнокровными до родов, у нас вырастает большой живот и он как правило действительно немаленький. А потом-то раз и половины живота нету фактически за несколько минут, как ребеночек вышел из нас, дальше еще за какое-то количество времени сократилась матка, что же там происходит? Этим вопросом практически никто не задается. В лучшем случае женщины подскажут надеть послеродовый бандаж. А это еще один глобальный момент, ведь как наши предки говорили про живот, живот это жизнь, потому что так оно и есть, от того, как живут наши внутренние органы, насколько слаженно, как часы, они работают настолько комфортно, гармонично и здорово будем чувствовать себя мы, как в физическом плане, так и в энергетическом. И вот эти даже, да, два глобальных аспекта, которых я сказала, я сказала, они в двух словах, о них можно говорить часами, о них просто все забывают, о том, что у женщины был определенный опыт, то есть роды это, простите, не просто достать из себя ребенка, роды надо прожить. И мы, я сейчас не буду говорить о знаке таком, ну, как бы немного религиозном, неважно с какой религией смотреть в вопросе принятия или непринятия этого опыта родов, да, сетыванием на то, что Бог мне послал не самый лучший или не сетывание, не об этом, а о том, что ведь все равно это принять надо, это надо как-то встроить в себя, в свои мысли, в свой образ жизни, в свое тело, потому что если данный опыт будет крайне тяжелым, это психологическая травма, и она бывает крайне глубокой, а с этим что делать? И к сожалению, я слышала из уст, врачей-гинекологов о том, что если женщина испытывает какие-то негативные или депрессивные состояния после родов, значит, она, назовем так, слегка сумасшедшая, такого быть не должно, а это имеет место быть. и еще очень важный аспект, называемый, как наши предки называли его инициацией, так, и современная психология называет это моментом инициации. когда мы живем одни сами для себя, так я беру допустим первые роты, коих сейчас у, скажем так, взрослозрелого населения больше всего, потому что, к сожалению, возраст стражающих женщин очень сильно сдвинутся, допустим, по сравнению с нашими мамами. И, понимаете, она живет для себя, потом для себя и мужа, а тут бац, и ребенок. Пока он был в животе, было просто немного физически тяжело, а потом совсем иная жизнь, из дома лишний раз не выйдешь, вечером фильм не посмотришь, и много-много всего, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так вот, здесь очень хорошо работала культура наших предков, инициация. Жизнь, она, в принципе, лесенка. Каждый день мы делаем какой-то шаг, возможно, несколько шагов на одной и той же ступеньке, возможно, мы делаем, перешагиваем уже на следующую. И мы в своей культуре, в принципе, пусть смазан, но оставили моменты инициации, похода в школу, окончание, там, не знаю, 9-го или 11-го класса с выпускными, свадебного ритуала. Пусть он не такой, как бы, по идее, должен быть, но он есть. Мы понимаем, что вот, теперь я старшеклассница, вот, теперь я студентка, а я теперь уже замужняя женщина. А слова «я мать», они ведь не звучат так гордо уже в обществе. и нету вот этого отношения, знаете, более весомого, более серьезного, более почитающего, потому что эта женщина теперь не просто жена, она мать, а может быть, мать дважды, или трижды, или пять раз. И вот этот момент инициации, он нам нужен всегда понять, что я действительно уже не одна. Принять этого ребенка, принять свое тело, ведь оно очень сильно меняется со временем беременности, и когда оно вернется, а может быть, никогда не вернется в ту форму, к которой мы привыкли, это психологически очень тяжело. Принять то, что я теперь настолько взрослая, что отвечаю еще за одного человека, и отвечаю не тогда, когда захочу, 24 часа в сутки, и будут моменты, когда потребности этого человека будут стоять на первом месте для меня. Вот этот момент инициирования абсолютно отсутствует. Вот как минимум, да, четыре таких глобальных пункта, а их больше. Они просто пропали. А вместе с ними и пропадает эта самая женщина. И, к сожалению, мы, как близкие люди, да, как муж, я, мамы, бабушки этих женщин, зачастую не обращают на это внимания, не подсказывают. Иногда оказывают не самую лучшую поддержку. Знаете, бывает такая поддержка, которой лучше бы не было. Знаете, как... ну, мы не будем о плохом сейчас. Хорошо, о плохом мы не будем, но мне хотелось как раз поговорить о том, что можно сделать женщине, что можно сделать для женщины, чтобы ее здоровье осталось максимально крепким. Насколько это можно? потому что беременность и роды накладывают колоссальную нагрузку на женский организм. И наши бабушки, которые рожали, да, по 10 детишек, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше, но сейчас не буду врать, до какого года, до наступления советской власти семьи, в которых было меньше 8 детей, считались с малодетными. Это у нас сейчас все, у тебя три ребенка, у меня уже есть замечательная корочка, где написано, что наша семья многодетная. Тогда женщины рожали гораздо больше детей. Для этого было много причин и много факторов, но один из факторов этого служило то, что женщины восстанавливались после родов. Со временем их здоровье было тоже не самое крепкое, не самое сильное, ибо физический труд у них был в разы сильнее, чем у нас сейчас, но восстановление знали, восстановлением занимались, и занимались те самые поведухи, о которых я говорила в самом начале. Так, если перейти немножко более подробно, остановиться на каких-то аспектах, что именно можно предложить женщине, это ряд мер, определенный комплекс, который необходим женщине прямо с первых дней после родов. Это не когда-то потом, вот сейчас я вернусь из роддома, я не знаю, переделаю все дела и пойму, что мне нужно восстановиться, только когда падать уже начнет. Нет, это сразу же, с первых дней правильное подвязывание живота, который нужно сначала поладить, предки называли это латкой живота, сейчас мы это знаем под названием висцеральный массаж, когда тот самый золотник, который дорог, ставили на место маточку нашу, действительно золотник, его она жизнь рождает, когда женщину правильно сливали, подвязывали живот, когда женщине давали отдыхать, я слышу очень много историй и от самих женщин, которые особенно дома рожают, вот, были замечательные домашние роды, я в ночь там родила, а с утра я уже делала завтрак всей своей семье, попе дать ей за это надо, потому что первые дни женщина должна как нужно больше лежать, для этого есть ряд причин и тех, что во время беременности и чем более глубоко мы беременны, чем ближе роды, тем больше релаксина в нашей крови, именно для того, чтобы связки становились как можно мягче и ребенок рождался легче, так вот его много и после родов я встаю на ноги и могу обеспечить себе легко смещение как тазовых костей, так и в принципе любых других, а нужно организму дать время, дальше органы малого таза получили колоссальный стресс, потому что в течение многих часов идя по родовым путям на них давил ребенок это действительно стресс для организма и просто сразу встать и тоже дать ему нагрузку это нездорово этому нужен отдых и самой женщине да в ее крови куча окситоцинов и чуть перемешивается адреналин и эйфория и ночью она уснуть не может на ребеночка долгожданного любуется но это гормоны а когда они закончатся она поймет что она жутко хочет спать что сил у нее нет ребеночек имеет свойство часто просыпаться и много кушать титю а для того чтобы кормить его этой самой титей нужно быть в силах чтобы вырабатывалось молоко и поэтому абсолютно бескультурно да то есть отсутствие понимания сразу вставать на ноги и ходить расхаживаться как у нас любят говорить в больнице врачи это противоречит физиологии организма понимаете и многие вещи которые нас как мам в роддомах какое-то время назад учили они противоречат физиологии потому что жизнь беременная и роды закачиваются на точки родили а что дальше большинство врачей действительно не знают они не занимаются процессом это не сфера их юрисдикции они не знают об этом есть люди которые работают над этим имеют многолетний опыт изучают это и здесь как я сказала женщине помощь нужна с самых первых дней отлежаться отдохнуть как говорили раньше предки какие роды столько дней лежать то есть это минимум сколько дней нужно вообще женщине лежать в зависимости от ситуации если не произошло никаких патологических состояний то есть не было кровотечений не было расхождения или разрыва симфиза то есть здесь нет патологии здесь присутствует норма да стресс для организма но это норма и вот здесь действительно сколько родов столько и отлежаться вообще знаете тюленчиком то есть абсолютно не вставать даже в туалет во-первых по большому в эти дни женщина не ходит она не хочет потому что во время родов кишечник очень хорошо чистится а по маленькому есть горшочек рядом никто этого не отменял то есть вот такой момент вот и то что женщина даже до туалета не ходит если же есть какие-то патологические ситуации состояния то это уже смотрится индивидуально по женщине это отдых да как я сказала отдых и через несколько дней правильная правка живота и постановка органов на свои места обязательно подвязывание и также правка тела сейчас существует замечательная такая профессия достаточно широко известная нам как остеопатия и остеопатия это совсем не то что костопраста ну я думаю уже многие люди об этом понимают и вот вот это правка тела именно для воздействия на мышцы на позвоночник она близка с остеопатией но не совсем одно и то же сейчас постараюсь объяснить что было понятно вот смотрите как я говорила мы до беременности были одни неважно худенькие лепышечки у нас как минимум центр тяжести находился в определенном месте нашего тела для того чтобы мы ровно могли стоять вот теперь мы представляем этот большой живот который вырос чисто физиологически центр тяжести глобально смещается благо живот растет все 9 месяцев медленно и мы в принципе то не замечаем но если мы посмотрим на мамочек которые уже на сносях которые ходят в развалочку как уточки гордо неся живот плечи откинуты назад это все нормально но когда она родила позвоночнику и мышц что нужно вернуться в изначальное состояние просто так сделать это тяжело потому что есть такое понятие как мышечная память и вот эту память определенную она получала 9 месяцев мы к какому-то состоянию пришли за 9 месяцев а потом бац я и родила и как понимаете эту память надо резко изменить простите взорвать мозг в прямом смысле слова и вот отлеживание о котором я говорила ранее очень в этом помогает потому что каждое утро когда мы хорошо с вами выспались вставая с кровати наше тело снова вспоминает как ему надо ходить здесь происходит то же самое вот это длительное отлеживание на кровати помогает максимально забыть то что было до этого и встав с кровати найти уже нужное положение то есть вот терапевтический эффект идет даже отсюда плюс определенное воздействие манипуляции которые может помочь оказать нужный специалист тот который действительно знает как восстанавливать женщину после родов не все доула абсолютно знают об этом не все проходят такие обучения действительно должен быть человек который точно знает как восстанавливать после родов потому что есть нюансы и происходит вот такое восстановление тела это очень тонкая работа она зачастую практически незаметна как настоящая степа она положила ручки на голову ты вроде чувствуешь что у тебя в голове что-то происходит но физически жестких действий то нет и здесь зачастую очень похожие манипуляции они очень тонкие они очень мягкие но тело работает оно восстанавливает оно восстанавливается но слово восстановление оно немножко обманчиво ибо мы уже никогда не станем такими же как были 9 месяцев назад зато мы можем стать максимально здоровыми насколько можно в этой точке жизни это вот такой физический аспект и то о чем я говорила о моменте инициации о моменте психологического проживания родов и вообще когда мы обращаем на психологическое состояние женщины здесь нам в помощь приходят опять-таки традиции обряды которые существовали у наших предков то есть уже знакомый многим женщинам обряд закрытия родов кто-то его называют просто семь замков кто-то повивание кто-то закрытие родов я скажем так видела и принимала обучение этому обряду уже от разных людей и безусловно каждый человек который обучает он дает через призму своего видения через призму своего опыта и взяв там ты опять-таки рождаешь уже свой некий опыт в этом плане мне безусловно помогли различные женские практики которыми я и занимаюсь и преподаю женщинам и энергетические практики которыми занимаюсь потому что закрытие родов это обряд повивания он имеет безусловно медицинский аспект и в него тоже вкладывается все то о чем я только что рассказывала вам но вот именно вот этот психологический энергетический аспект он присутствует то есть при правильной работе с женщиной особенно когда ты имеешь или психологическое образование умеешь это сделать умеешь женщине помочь прожить какой-либо негативный опыт и выйти из обряда без него умеешь ли ты воздействовать каким-либо образом на ее подсознание энергетическими вещами да очень положительно сказывается потому что женщины я сталкиваюсь и с недавно родящими и именно на вот эти моменты восстановления было очень много за последнее время женщин которые родили достаточно давно понимаете родить то родили принять то не принять вот хочется задать такой вопрос что это получается что правда что можно несколько лет назад родить а до сих пор еще быть энергетически как-то не восстановленной да как там говорят родовой канал открыт у тебя еще что-то это действительно так может быть да это действительно может быть так во-первых на это к сожалению есть даже психологические ну доказательства из психологии и страшные цифры о том что в современном обществе до 60% матерей не любят своих детей то есть я когда это слышу становится действительно страшно а все потому что они не приняли не принимая вот этот опыт мы действительно не можем до конца принять ребенка потому что он прямое продолжение всего что было если мне до сих пор больно если мне до сих пор не сладко от этого на душе я понимаю что это мой ребенок я согласна его хотела но внутри там на подсознании женщина не сможет его принимать до конца это включается ответственность а принятия нет да есть такой факт если мы говорим конкретно об энергетическом аспекте о родовых каналах что происходит женщина в родах женщина когда уже беременная она в родовом в родовом потоке и чем больше срок беременности тем этот поток интенсивнее поэтому и многие родовые программы начинают простите выползать беременность тоже бывает крайне разная бывает достаточно легкая а бывает с большими проблемами и вот до беременности не было проблем в беременность полезли да безусловно есть медицинский аспект но есть те вещи которые медицина до конца не может объяснить и здесь ну верим мы в это не верим энергетические моменты нельзя отрицать и в процессе родов женщина максимально глубоко входит в этот родовой поток идеально когда она вошла и не пытается с ним сопротивляться потому что он для нее помощник здесь и сейчас и что происходит когда мы уже непосредственно рожаем рождаем этого ребенка на свет вот мы здесь сейчас сидим с вами друг друга видим можем пощупать потрогать мы с вами здесь в явном мире но пока ребеночек внутри женщины не родился и не увидел мир возникает вопрос а в каком он мире тело вроде есть но опять его не видно и пощупать его фактически нельзя и как говорили предки как говорят не только славянская культура я изучала эти вопросы и в других местах ребенок на момент пока он не родился он все-таки его душа находится на границе миров он между нам между миром предков откуда он в принципе и пришел и явно он на границе стоит и дальше у него задача либо выйти в этот явный мир и мы услышим его крик и сможем обнять его либо остаться на самом мире и здесь мы уже сталкиваемся с проблемами с проблемами либо абортированных детей либо мертворожденных либо выкидыши это все энергетически из одного того же аспекта происходит но об этом мы готовили ряд передач как раз осознанные роды и беременности поэтому наши слушатели уже подготовлены замечательно тогда продолжу то есть пока ребеночек не родился он на границе и что делает мама находясь в этом родовом потоке чтобы привести его в явный мир она в принципе пересекает границу миров фактически за руку мезоментальный энергетический период ребенка и приводит сюда то есть ей пришлось грузиться в намный мир а это большая работа на энергетическом уровне кроме того что ей пришлось проделывать работу на физическом так вот и повитуха рядом была не просто так когда женщина абсолютно здоровая и она понимает что такое роды хорошо если есть опыт она знает она действительно зачастую может родить и одна но вот как я говорила со стороны виднее и повитуха ходила ментально вместе с ней то есть она помогала почему говорят повитуха по колено стоит в реке смородины она тоже все время туда-сюда пересекает эту границу потому что она поддерживает женщину в момент когда она рожает этого ребенка является оберегом ребенка и это тоже да потому что в какой-то момент ну можно окончательно потерять контроль и уже не вернуться и такое к сожалению тоже бывает так вот женщина ударяет вновь и потом возвращается в явный мир уже с ребенка но эти двери были открыты этот путь был проделан и это здесь в физическом мире мы можем говорить о времени о часах о минутах о том что будет завтра или послезавтра а в ментальном времени в энергетическом простите в ментальном измерении нет времени там в принципе все происходит по мгновению волшебной палочки вот откуда у нас вот эти все да из сказок палочка махнул все осуществилось это действительно так но на энергетическом уровне а на проявленном на физическом нам нужно время разное в разных ситуациях разное так вот получается что женщина путь то проделала дверки то открыла и двери то не только физического своего тела а дверью нашей в нашем физическом теле является та самая матка та шейка матки та дверь перехода из одного мира в другой а у нас же есть еще как минимум шесть таких ментальных если мы говорим о телах человека об энергетических и вот там это закрытие так просто не происходит у нас та матка через 40 дней станет совсем маленькой такой же как была изначально а станет ли на энергетическом уровне уже очень большой вопрос и если женщина энергетически сильная мощная мощная ведь женщина несмотря на все ее хрупкости и изящества это очень сильное существо возможно она сможет совсем справиться сама и закрыть все эти двери но много ли мы таких сейчас видим к сожалению нет поэтому эти двери действительно остаются открытые и то о чем вы говорили женщина может родить много лет назад и с каждым годом все острее чувствовать что сил все меньше на всех ее не хватает ни на мужа ни на себя ни на детей и любит же сердцем любит и ребенка приняла и мужа любит а не хватает сил и упадничества и состояние нерадостное знаете очень часто в разговорах с женщинами вот после закрытия родов приходим к тому что мир стал у них другим краски появились вот понимаете улица все та же дерево все тоже а взгляд другой и все не так серо а это состояние наполненности как я часто объясняю женщину да не важно после беременности или вообще в принципе да в работе наш главный энергетический сосуд женщина это матка и вот представим что это действительно сосуд такой какой вам нравится любая крынка чаша горшок самый красивый самый изящный и когда мы рожали физически да в нем появилась трещинка родить родили а трещинку то не заделали даже если она самая маленькая по капельке она будет сифонить и вот это эти обряды закрытия родов они помогают все это дело сделать целостной соответственно женщину сделать целостной если мы имеем целостную женщину мы имеем более здоровую более счастливую семью мужа более здоровых счастливых детей потому что женщина у нас самая главная батарейка самый главный сосуд который должен всегда быть наполнен до краев иначе питания не хватит я слышала такое выражение женщина генератор для мужчины генератор любви именно да абсолютно верно она в принципе генератор мужчина это энергия действия знаете вот они просто идут и делают ведь наверняка в своей жизни в связи со своей мудростью и возрастом сталкивались что они иногда делают и даже не задумываются почему и зачем они это делают потому что женщина захотела потому что она попросила она там настояла по-своему по-женски они в принципе мужчины все делают для женщин да они меряются между собой как говорит одна моя замечательная знакомая опытный психолог если мужчина хоть один день не померился с другим мужчиной день у него прожить зря то есть это их природа им нужно знать что они самые сильные самые мощные самые успешные и это хорошо это дает им их запал но энергия движения тот импульс за счет которого эта ядерная бомба полетит что-то делает эта женщина она действительно генератор батарейка сосуд как угодно называют нина получается что как раз долл и помогает все вот это сделать совершить эти обряды закрытие этих каналов вот как раз это миссия предназначения долл на сегодняшний но в сегодняшний день в миру получается в принципе да просто не все доллы умеют это делать не все опять-таки повторюсь обучались изучали эти аспекты культуры но очень много сейчас женщин которые знают об этом практикуют это и им долл нина хочу спросить а что делать тем женщинам которые много лет назад родили и до сих пор не догадываются о том что у них просто-напросто не закрыт родовой канал у них такое поведение что делать в этой ситуации смотрите на самом деле я бы немножко переформулировала этот вопрос в каком плане если женщину ничего не беспокоит ее абсолютно устраивает ее жизнь образ жизни уровень жизни она не догадывается о том что с ней что-то не так пусть в ее жизни все остается настолько как ей комфортно но женщины многие об этом как раз-таки догадываются они чувствуют что именно роды изменили их жизнь именно после этого момента что-то стало иначе не так как было до и для таких женщин безусловно не существует одной волшебной таблетки сказать вот сделайте так и все будет замечательно я бы рекомендовала искать своего специалиста а может быть и нескольких тех кто сможет ей помочь потому что обряд закрытия да он замечательный да он при правильном подходе приносит пользу и закрывает этот родовой канал но иногда у нас ну женщин этот момент усугублен теми самыми абортами выкидышами о которых я говорила а не покойные души и души которые вычеркнуты из родового дерева никогда эта энергоинформация не проходит мимо и с этим вопросом тоже нужно работать и некоторых женщин я закрываю только после того как мы провели до этого другие определенные обряды жальницу например или проживание принятия мертворожденных детей а что такое жальница жальница это обряд отпускания душ нерожденных детей это абортированные и выкидыши потому что выкидыш на самом деле просто так никогда не происходит психология это давно доказано что это психологическое энергетическое отрицание матери данного ребенка часто сталкиваюсь с тем что да вот она головой его хочет мало ли мужу хочу родить себе хочу родить родственники все простите головушку проели надо а внутри есть что-то блоки или паттерны или какие-то неустроенность ли которую нам со всех сторон кричит современный мир женщина боится рожать тогда психика оказывается сильнее она отрыгает этого ребенка и эти дети они выпадают изо ртового дерева эти вещи думаю как вы знаете да это серьезный вопрос и с ним надо работать то есть повторюсь да искать человека который может помочь с теми вопросами которые действительно есть в вашей жизни это первый момент ну и второй момент безусловно хорошо закрыть роты закрыть этот не то что родовой канал родовой канал это силы дает а вот как раз когда дверки вновь открыты идет энергия сифонит о чем я говорила ее тогда не хватает на твоих окружающих это хорошо когда этот кранчик перекрывается и женщина перестает терять но ведь мы все тоже разные одна женщина занимается какими-то практиками женскими да и всегда себя восполняет а другая ничего не делает и здесь тоже будет разный подход потому что той которая уже работает над собой уже что-то делает для того чтобы быть более напитанной можно просто закрыть и сказать продолжай жить так же развивайся той которая ничего не делала надо будет указать на то что что и чем ей можно и нужно заниматься и повторюсь универсальной таблетки не существует но если вы почувствовали да что вот эта информация каким-то образом откликнулась вас что действительно наверное у меня вот тоже самое да я убедилась уже неоднократно и мои знакомые женщины женщины которые закрывались как только у нас существует запрос во вселенную ответ всегда приходит и очень много моих знакомых моих подруг знакомых женщин которые просто занимаются женскими практиками они знают что делаю я и они уже своим женщинам говорят вот у тебя все хорошо но ты сами рода закрой станет еще лучше то есть это тот момент когда я говорила женщина что-то делает уже для себя она понимает что в ее жизни не все идеально она ищет пути решения эта информация к ней приходит а кто-то приходит непосредственно через вот ну прям ищет допустим закрытие и уже получает информацию она есть в мире это о том самом ментальном мире где я говорила где палочка волшебно взмахнула ответ уже существует поэтому если хочется то всегда найдется главное делать ибо в современном мире мы грешим тем что много говорим а мало делаем билет лотерейный не все догадывают да 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 все просто говорят почему ты не даешь не выиграть миллион да это об этом хорошо вернемся все-таки к этой новоиспеченной ново появляющейся профессии дома скажи пожалуйста насколько актуально это многие или все-таки обращаются за помощью по поводу актуальности мой вердикт однозначно да много ли женщин обращается нет потому что надо четко понимать это менталитет это наши отношения ведь у нас много ли женщин сейчас в принципе идет рожать по контракту до единицы как потребитель да а все-таки в сфере здравоохранения каждый из нас является потребителем я могу сказать зачем мне за это платить за то что государство дает мне и так но четко надо понимать есть система есть огромная тяжелая машина о которой я уже говорила изначально это система здравоохранения и к сожалению наша система здравоохранения совсем не про естественные гармоничные роды не про то как задумано природой женщин которые заключают контракт они имеют уже возможность получить эти самые естественные роды и то не всегда потому что есть врачи которые уже встали на путь приверженства естественным родам а есть врачи которые несмотря на то что заключают контракт но не являются таковыми и здесь процент резко уменьшается все отсеивается и многие женщины даже заключая контракт внутренне еще не соглашаются с тем что им нужна помощь и вот буквально пока ехала сегодня к вам навстречу девочка одна из моих курсантов как мы их называем которая ходила на курсы непосредственно мою группу курс подготовки к родам рожала по контракту но с мужем да у нее была персональная кушерка и сообщение которое она пишет в нашем общем чате девочки рекомендую рожать с долой или с мужем у нее не было опыта родов с долой она не выбрала несмотря на то что ей предлагали но вот как раз не получив она поняла что стоило делать так но к сожалению так отчасти мы устроены люди нам нужно обязательно наступить на свои грабли для того чтобы этот опыт поиметь и даже больше женщин обращается за услугами дол те женщины которые не являются первородящими то есть у них уже есть детки они знают что такое роды они понимают что помощь может понадобиться и вот они уже приходят за этими услугами поэтому процент обращения он безусловно маленький но он растет где можно найти долу дайте долу в помощь русскоязычный сайт долу.ру там есть контакты большинства дол России не только Москвы потому что каждая дола может оставлять там свои контакты практически все эти долы сертифицированы то есть они прошли хотя бы какие-то обучения на долу и там вы можете взять контакты и также сейчас как я уже говорила существует ассоциация профессиональных дол ассоциация это совсем совсем молоденькая ей там порядка полугода вообще и в нее тоже вступают женщины чья профессия дола и контакты есть и на этом сайте там гораздо меньше но есть и вы в общем-то можете уже искать выбирать именно ту помощницу ту женщину женщину к которой больше всего откликнется ваша душа я так чувствую что наша программа подходит к своему логическому завершению Нина скажи пожалуйста что бы ты хотела пожелать слушателям Народного Славянского Радио я бы хотела пожелать слушательницам Народного Славянского Радио чтобы их роды чтобы и беременность была всегда максимально гармоничной чтобы их роды были максимально естественны проходили наилучшим для них образом и чтобы их послеродового восстановления как минимум было а в идеале было максимально профессиональным ибо это крайне важно для последующих жизней а вот слушателям Народного Славянского Радио я бы хотела пожелать чтобы они заботились и любили почитали тех женщин которые дарят им наследников и наследниц и чтобы их крепкое плечо и твердая рука всегда были рядом с их женщинами благодарю тебе Нина нашим слушателям я напомню о том что у нас сегодня была здесь рядом со мной Нина Гаврилова которая называется таким интересным словом доула тема нашей программы доула быть или не быть и мы в этом разобрались сегодня продолжая ряд программ осознанные роды и беременность еще раз хочу сказать что очень интересная получилась на мой взгляд беседа и благодарю от всей души от себя добавлю с кем и где рожать с доулой с поветухой или с акушером гинекологом естественно каждая женщина и каждая семья будет решать самостоятельно самодостаточно единственное что хотелось бы сказать это женщины берегите свое здоровье дорогие мужчины берегите своих женщин и будьте здравы мира и добра с вами была Елена Андреева и программа пространство женщин народно-славянское радио все нужно все важно с кем женщин народно-славянское радио с кем женщин народно-славянское радио Продолжение следует...